Посольство Синедриона Допросы Анна, посланными от Синедриона Слава о новом пророке росла. Несметные толпы народа стекались к нему на Иордан креститься, а наиболее ревностные последователи его даже остались при нем в качестве учеников его. Синедрион, то есть Верховный Совет и суд еврейского народа, находившийся в Иерусалиме, не мог, конечно, смотреть равнодушно на это религиозное движение. Он знал уже от фарисеев и саддукеев, ходивших к Анну, что новый пророк не выдает себя за Христа Мессию, что, по словам этого пророка, Христос идет за ним и будет крестить Духом Святым. Зная все это, Синедрион посылает, однако, к Анну священников и левитов с особым поручением. Посланные прежде всего спрашивают Иоанна «Кто ты?» От Иоанна, глава 1, стих 19. Ответы Иоанна и свидетельства его об Иисусе как Мессии. Но Иоанн, угадывая, с какой целью они пришли, не отвечает прямо на их вопрос, а объявляет, что он не Христос. По-видимому, посланные очень настойчиво расспрашивали и уговаривали Иоанна, потому что он, по словам евангелиста, сначала объявил им, что он не Христос, затем не отрекся от этих слов. Если евангелист говорит, что он не отрекся от своих слов, то, значит, посланные Синедрионом просили его, уговаривали отречься и объявить себя Христом. Потом еще раз, вероятно, на новые предложения и уговоры, Иоанн окончательно объявил, что он не Христос. «Исповеда и не отвержися, и исповеда» от Иоанна, первая, двадцатый, означает «открыто заявил». Вероятно, пославшему их Синедриону очень хотелось, чтобы Иоанн объявил себя Христом, иначе трудно объяснить ту назойливость, с которой они пристали к Иоанну. По мнению Златоуста из беседы на Евангелие от Иоанна, члены Синедриона хотели ласками расположить Иоанна к тому, чтобы он объявил себя Христом и затем подчинить его своему влиянию. «Посланные были из фарисеев, они знали пророчество Малахии. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Глава 4, стих 5. «И поэтому, когда им не удалось склонить Иоанна объявить себя Христом, то стали допрашивать его, что же, ты или я, а то Иоанна, первая, двадцать первый». Пророчество Малахии можно относить к тому великому и страшному Дню Господню, который мы называем Страшным Судом или Вторым Пришествием Христа. Во всяком случае, нельзя понимать его буквально. Нельзя считать, что должен был прийти непременно сам ветхозаветный пророк Илья, а не другой, подобный Ильи. В этом нас убеждают и слова ангела, предсказавшего Захарии, что сын его Иоанн предыдет пред Господом в духе и силе Ильи. От Луки 1, 17. Но посланные Синедриона понимали пророчество Малахии буквально и были уверены, что сам пророк Илья должен явиться перед пришествием Мессии, потому-то они и допрашивали Иоанна, не Илья ли он. Иоанн отвечал, нет. Так не пророк ли ты? Не тот ли ты пророк, о котором сказал Моисей? Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Второзаконие, 18-15. Под пророком, о котором говорил Моисей, всегда подразумевали Мессию, Избавителя Христа. Поэтому на вопрос, не пророк ли ты, Иоанн ответил, нет. Этим ответом, по мнению Златоуста, Иоанн отрекся не от того, что он пророк, а от того, что он именно тот, предвозвещенный Моисеем, пророк. Так кто же ты? Скажи, ведь нас послали узнать, кто ты, и мы должны дать ответ пославшим нас. И по какому праву ты крестишь, если ты не Христос, не Илья и не пророк? Отвечая на эти вопросы, Иоанн повторял свой ответ, данный приходившим к нему фарисеям и саддукеям. Смотрите выше главу 4. Но добавил, идущий за Мною стоит среди вас. Он говорил прежде, что приблизилось Царство Небесное, что Христос идет, что пришествие Его близко, что лопата Его уже в руке Его, и что секира у корня дерев лежит. Теперь же, после крещения Иисуса, сошествия на Него Святаго Духа и слышанного Им голоса с неба, Он прямо возвещает, что Христос уже пришел, стоит среди вас. Я не достоин развязать ремень у обуви Его. От Иоанна 1, 26-27. Обувь бедных людей того времени состояла из дву дощечек или пластинок коры или кожи, которые ремнями привязывались к подошвам. При входе в дом рабы или слуги снимали эту обувь с пришедших и омывали им запыленные от ходьбы ноги. Обязанности развязывания ремней и обуви, снимания ее и омывания ног считались самыми унизительными. И вот Иоанн ставит себя в сравнении со Христом в такое же положение, в каком находится последний раб по отношению к своему Господину. Появление Иисуса и указание на Него Иоаннам, как на Христа Мессию. Надо полагать, что это происходило уже после искушения Иисуса. На борьбу с голодом и духом зла шел в пустыню Иисус человек. Он вышел из этой борьбы победителем своими человеческими силами. И после такой победы к Иоанну на Иордан шел уже Иисус Мессия, Иисус Христос, Иисус Бога Человек. На другой день после допроса Иоанна посланными Синедриона, Иоанн увидел шедшего к нему Иисуса и, указывая на Него, сказал «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это Иоанна 1, 29. Пророк Исайя изобразил страждущего Мессию в виде агнца, на которого Господь возложил грехи всех людей. Исайя 53, 6 и 7. Поэтому Иоанн, желая указать на Иисуса, как на Мессию, называет Его так, как называл Его в своем пророческом вдохновении величайший из пророков. Иоанн свидетельствует при этом, что шедший в то время к Нему Иисус, есть тот самый, о котором Он уже возвестил народу, фарисеям и саддукеям, тот, который стал впереди Его, потому что был прежде. Этими словами «был прежде» Иоанн как бы повторяет пророчество Михея об исхождении из Вифлеема владыки, которого происхождение изначало, от дней вечных. Михей 5, 2. Иоанн Креститель засвидетельствовал перед посланными от Синедриона, что не знал о Иисуса. Но спрашивают неверующие, почему же он, не зная Иисуса, не хотел допустить Его до крещения, и сказал ему, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» От Матфея 3, 14. Ведь из этих слов Крестителя видно, что он узнал Иисуса, следовательно, знал Его. На это мы ответим. Иоанн не мог сказать неправду. Это был человек стойкий, не способный колебаться в ту или иную сторону. Это не трость ветром колеблемая. Это служитель правды, и любовь свою к ней он запечатлел своей смертью. Если бы он согласился не обличать Ирода Антипу в противозаконной связи с женой живого брата, то заодно только молчание его царь осыпал бы его золотом с ног до головы. Но он не остановился в своих обличениях даже перед угрозой казни и от правды не отступил. Зная это, надо, безусловно, доверять показанию такого свидетеля и не требовать никаких доказательств правдивости его. Говоря о посланном от Синедриона, что он не знал Иисуса, Иоанн тут же объяснил им, почему он во Иисусе узнал Мессию, Сына Божия. «Пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». От Иоанна 1, 33-34. Поэтому, если Иоанн, не знавший Иисуса, не хотел допустить Его к крещению, признав себя недостойным крестить Его, то надо полагать, что божественности Иисуса открыл Иоанну и в этот момент никто иной, как тот же Дух Святой, который во время самого крещения дал ему возможность узнать, что крестящийся Иисус есть Сын Божий. Свидетельство Иоанна, что он не знал о Иисуса. «Я не знал Его», — говорит Иоанн. От Иоанна 1, 31. Известно, что Мать Иисуса, Пресвятая Дева Мария, была родственницей Матери Иоанна или Советы. Поэтому, дабы устранить всякое подозрение, что Иоанн свидетельствует об Иисусе по родству и что свидетельство Его вследствие этого может быть небеспристрастным, Иоанн говорит, «Я не знал Его». Эти слова Иоанна можно понимать двояко. Или он вовсе не знал Иисуса, никогда не видел Его раньше появления Его на Иордане. Или же он знал Иисуса как частного человека, но не знал, что Он — Мессия Христос. Какому из этих толкований следует отдать преимущество, неизвестно, так как евангелисты ничего не говорят об отношениях Иисуса к Иоанну до встречи их на Иордане. Иисус жил в Назарете, а Иоанн — в пустыне Иорданской, местности довольно отдаленной от Назарета. Евангелист Лука повествует, что Иоанн был в пустынях до дня явления своего Израилю от Луки 1, 80, то есть прямо из пустыни вышел на проповедь. Поэтому весьма правдоподобно, что Иисус и Иоанн не знали друг друга. С другой стороны, из прочитанных уже нами повествований евангелистов, нам известно, что до появления Иисуса на Иордане никто, кроме Его Матери, не знал, что Он Мессия. Не знал, конечно, этого и Иоанн, если бы даже и имел какие-либо сношения с Иисусом. По словам Иоанна, Бог, пославший Его крестить, внушил ему, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым» от Иоанна 1, 33. Иоанн увидел Духа, сходящего с неба на Иисуса и пребывающего на Нем. По этому признаку он узнал в Иисусе Мессию и засвидетельствовал, что Иисус есть Сын Божий. Иоанн два раза сказал «Я не знал его». Глава 1, стихи 31 и 33. Весьма вероятно, что такое повторение свидетельства было вызвано вопросами и сомнениями, посланных от Синедриона священников. Но присутствовали ли эти посланцы при торжественном свидетельстве Иоанна об Иисусе как о Мессии? Прямого ответа на этот вопрос в Евангелии Иоанна не имеется. Но так как этот евангелист начинает свое Евангелие повествованием об Иисусе как в безначальном слове Сыне Божием и тут же приводит свидетельство Иоанна Крестителя перед присланными к нему из Иерусалима священниками и левитами, то не подлежит сомнению, что хотя допрос Иоанна и начался вопросом «Кто ты?», но под словами «И вот свидетельство Иоанна» глава 1, стих 19. Евангелист подразумевает, конечно, свидетельство предтечи не о себе, а об Иисусе. Свидетельство это лишь началось в первый день прихода посланных от Синедриона и окончилось во второй день, когда на Иордан явился сам Христос, а так как оно предназначалось не для народа, а исключительно для посланных от Синедриона, то, несомненно, что они должны были слышать не только начало, но и конец свидетельства. К тому же, по содержанию свидетельства Иоанна, в разговоре с ним об Иисусе могли участвовать только лица, сведущие в Писании, каковыми и были присланные священники из фарисеев. Посланные, исполнив поручение, вернулись в Иерусалим и, конечно, доложили Синедриону обо всем виденном и слышанном ими. Таким образом, теперь уже первосвященники, священники, старейшины, книжники, фарисеи, словом, все руководители еврейского народа, знали, что Христос Мессия уже пришел, знали и все-таки не уверовали в Него. Они ревниво оберегали свою власть над народом и ненавидели всякого, кто угрожал им потери этой власти, вот почему они не приняли Иоаннного крещения и не признали его за пророка, вот почему они отвергли Иисуса Христа. Евангелист Иоанн дополняет свое повествование о свидетельстве предтечи указанием, что это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. Вифавара, как утверждает Ориген, было селение на восточном берегу Иордана, почти прямо против Иерихона. Вторичное на другой день появление Иисуса и указание на Него Иоанна своим ученикам. На другой день после торжественного свидетельства Иоанна об Иисусе Христе стоял Иоанн по обыкновению на берегу Иордана, и два ученика его находились при нем. Увидев опять идущего Иисуса, Иоанн указал на Него этим двум ученикам и повторил сказанное накануне изречения «От Агнец Божий». Указывая на Иисуса как на Мессию, Иоанн подал им мысль, которую можно было бы выразить в следующих словах. «Вы ожидали пришествия Мессии. Вы потому и пришли ко Мне и сделались Моими учениками, что Я возвещал скорое Его пришествие. Так вот Он, уже пришел. Ожидания ваши сбылись. Теперь вам незачем оставаться здесь. Идите за Ним». Продолжение следует...